При этом, чтобы получить субсидию, необходимо предусмотреть в проекте придорожного комплекса молельную комнату, санузел, пандусы для инвалидов. В меню кафе должны быть национальные башкирские блюда. Мы также понимаем, что наша задача развивать придорожный сервис не только на тех дорогах, которые пользуются вниманием инвесторов, но и в том числе на дорогах, которые имеют меньший транзитный поток и, соответственно, они менее инвесторно привлекательны. С этой целью, по поручению правительства республики, нами разработан порядок субсидирования части затрат на возведение модулей конструкции. На сегодня нами порядок уже подготовлен. Он проходит согласование с соответствующими республиканскими органами. И как только будет под него выделено соответствующее финансирование, мы готовы будем презентовать данную меру поддержки для тех инвесторов, которые готовы будут участвовать в данных проектах. Напомню, к 2024 году в Башкортостане планируют открыть не менее 2000 объектов придорожного сервиса высокого уровня. На данный момент в разработке у Минторга находится порядка 80 проектов подобных комплексов. Объем инвестиций заявлен в размере 8,5 миллиардов рублей.